Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи и сегодня у нас будет окрашивание корней. Мы с вами, как вы помните, может быть кто-то новый присоединился, мы с вами ищем идеальную краску, которая без осветления, без всяких тонирований, лишних движений, просто наши корни поднимет до уровня блонда, красивого, без желтизны и не будет потом быстро смываться эта желтизна и уходить в какой-то ужас, как вот сейчас у меня. Последний раз я красила свои корни итальянской краской Mood, не помню номер, можете посмотреть в моей предыдущей плейлисте волосы. У меня прям по графику, ну в плане там раз в две недели практически, раз в три недели я окрашиваю свои волосы, все время разными красками, пока не добьюсь того самого, что мне нужно. Пока что я не нашла самые приближенные, там это вот эстель получается у меня, если брать осветляющую там серию на девяточке, да, красить. Все равно, все равно у нас корни желтые остаются. Вот сейчас давайте посмотрим исходник, что у меня есть на сегодня. Как видите, у меня отросли мои корни и вы можете видеть желтый цвет, это то, что я окрашивала корни перед этим, это были у меня вот итальянской краской красила, на шестерке красила. В общем, ну у меня девочка знакомая, она красит на девятке и все равно тоже говорит, что желтизна проступает. Так что мы опять же в поисках. У меня невероятное количество рецептов, чтобы вы понимали. Сегодня я вам просто покажу краску, которую мы будем тестировать. Лондо, это краска, которую мне рекомендовали, знаете, наверное, самая, ну одно из самых больших людей. Потому что, ну вот Лондо рекомендовали, Капус еще рекомендовали, это то, что я не пробовала. Кстати, мне рекомендовали как и краску, так и порошок. Но не порошок, а осветляющая, в общем, осветляющая краска какая. Но мне сказали, что она просто как краска выглядит, но работает как порошок, то есть это то же самое осветление. По поводу того, какой цвет получается, не знаю, потому что если взять, допустим, осветляющий порошок, да, и окрасить, то нам в любом случае нужно, он осветлит-то осветлит, поднимет тон, но нам в любом случае нужно тонировать, потому что исходник не очень красивый. А мы ищем, чтобы оно осветлилось, затонировало, супер краска, да. В общем, девочки мне писали и прям вот Лондо прям хвалят, и вроде бы какие отзывы все хорошие. Я ничего не читала, ничего не смотрела, мне, девчонки, все вы пишете, вообще большое вам спасибо. У меня все сохранено, и вот мы посмотрим, как это Лондо будет красить. Я буду работать на 6%, потому что сказали, что она, это осветляющая серия, 1289. Мне сказали, что она работает на 6% тоже хорошо. Вообще осветляющие серии, насколько я знаю, во всяком случае, поистель, они должны работать только с 9% и с 12%, как бы на 6%, на 3% они не работают, потому что это осветляющая серия, она, ну, как бы вот так, да. Не знаю, как в Лонде, но девочки, которые красили, сказали, что на 6% будет работать. Давайте с 6% начнем, посмотрим, что получится. В общем, сейчас я закрашу корни, заходя на всю эту желтизну. Кстати, мне говорили, да, что намека на желтизну не будет даже, вообще даже намека не будет. Ну, посмотрим. Сейчас я не буду показывать весь процесс, как я крашусь, потому что у меня ребенок бегает здесь, и как бы я снимаю это видео перед тем, как поехать на море, и дабы его не смущать светом и всеми делами, я сейчас просто пойду, нанесу эту краску, посмотрю, как она там у меня в работе, да, и вернусь к вам и скажу, что я там заметила, не заметила. А потом мы с вами проэмульгируем все опять по длине, да, я всю краску использую, и смоем. Засушим и посмотрим, что получилось. Оставайтесь со мной. Ну что, мои хорошие, я накрасила давно уже свои волосы, уже минут 40 прошло. Прошло 35 минут, и я потом по всей длине ту же самую массу нанесла. Думаю, ничего страшного, если я 10-15 минут с ней похожу. Сейчас еще проэмульгирую под воду. В общем, вот так я там, уже непонятно как, без техники в конце делаю. Вот, что хотела сказать, что осветляющую серию я прочитала, тоже делают один к двум. То есть, одна красочка, два оксида. Но также там написано, что это работает с 9%. Про 6% ничего не написано было. Но я сделала один к двум 6%. Я решила сделать так. В общем, посмотрим, что получится. Ну, краска густая, в принципе, не растекается, что хорошо. Одного тюбика мне на корне, конечно же, много. Половинки на корне нужно было. Но я решила, что я всю проэмульгирую голову, да. Поэтому ничего. Мама сегодня помогла мне. Мы начали окрашивать сзади все, потому что сзади осветляется медленнее и всегда темнее, насколько вы знаете, зад. И у меня постоянно это. Я сейчас мама дома, я попросила, говорю, намажь меня на мне прям полголовы. Сзади намазала, а потом я сверху продолжила. Вот. Как видите, желтого ничего у нас нет. Сразу появляется какой-то, видимо, оттеночек. Куда поползла? А оттеночек уже, то есть у нас будет осветление с каким-то оттенком. Главное, чтобы это было без желтизны. Я очень надеюсь. Ну что, крошки мои, надеюсь, в отражении не видно, в чем я там стою, кроме как тупика. Да, на улице темнеет, и я как раз начала красить волосы на перепуте, когда было еще светло, и уже 40 минут, и уже, видите, как темно. Поэтому придется включить лампу после того, как я посушу свои волосы. Что хотела заметить? Я пока мыла голову, у меня столько мыслей, столько мыслей. Думаю, ну сейчас вот подойду к камере и все забуду. Нет, вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем. Это психологическое, знаете, что если вы говорите себе «не забудьте», обязательно забудете. Поэтому лучше говорить себе «надо вспомнить». Это я где-то читала, не помню где. Ладно, что хотела сказать? Во-первых, мне краска понравилась по своему качеству. После того, как я смыла волосы, они были классные. Шампунью. А, просто. Сначала просто, они были классные. Потом я помыла два раза шампунью. Они продолжали быть классные. Как после некоторых, знаете, бальзамов. То есть это класс. Это с учетом того, что это осветляющая серия, и я ее нанесла по всей длине на шестерочке. То есть по-любому, если сравнивать с стель, что-то должно было быть. Вот когда и стель красишь даже на шестерочке, то когда корни трогаешь, они не прям гладенько идут, а они идут как будто чешуйки открытые. То есть уплотнение волоса идет такое, знаете, как будто они вот прям там, ну, кто знает, тот поймет. Вот. Но что изменилось что-то явно, да? А здесь нет. Здесь вот они как были мягкие, так и остались мягкие. Вообще, как будто даже уход какой-то за ними делали. А я ничего дополнительного туда не добавляла. Вот. И этот мне момент понравился. Второй момент понравился. Да, у меня сейчас сравнялось с каким-то одним цветом, но намек на желтизну есть. Может быть, он не сильный, может быть, сейчас я посушу волосы и не будет его видно. Но есть намек на желтизну корней именно на мокрых волосах. Поэтому не будем судить сейчас заранее. Пойду я высушу волосы и тогда окончательно скажу, сделаю свет. Вот. Но, к сожалению, я снимаю это видео как раз вечером, накануне отъезда. Я сниму, покажу вам сейчас при свете своем дневном, да, вот, лампы. Но потом, когда я приеду с моря, потому что уже ночью я сейчас уезжаю, и света белого не будет у нас, да. Когда я приеду с моря, это видео смонтирую и опубликую я уже после моря. Я тогда вам днем, в принципе, днем и покажу. Потом. Когда приеду, первым делом смонтирую это видео и покажу вам днем, при дневном свете, что получилось. Вот. Ну и, соответственно, я там буду голову мыть, да, насколько быстро все смывается. Пошла мыть. Пошла сушиться. Ну что, мои хорошие, я посушила свои волосы, что могу сказать? Возможно, камера сейчас этого не передает, но я вижу, что желтизна корней есть. Возможно, потому что я использовала процент на 6%, может быть, с 9% так бы не было. Но момент, мне посоветовали и сказали, что 6% работает. Что могу сказать по этому поводу? Я думаю, что, во-первых, у всех разная структура и разная пигментация. Хотя мне сказали, что у человека, который красил на 6%, и это не одна девушка сказала, что корни и цвет натуральный такой же цвет, как у меня. Даже у кого-то темнее. И очень хорошо работает, и классно. Ну, возможно, опять же, пигментация и все такое. Здесь момент, как бы, ничего, да? Мама помогла мне прокрасить, кстати. Вот, все хорошо, как бы, да? Оно не так, чтобы, знаете, сильно прям эта желтизна бросается, но она есть. Вот как бы сейчас ее вообще прям и нету, да? Хочется сказать, да нету вообще, но я вижу ее. Я ее вижу. Ее видно при свете, который падает сверху, желтый. Мама как бы ее подчеркивает такое ощущение. Назаде, смотрите, мама как бы могла мне, как мы там прокрасили. В целом, цвет мне нравится. Еще один момент я заметила, что когда чем больше пепла или чего-то серенького, да, мы хотим, чем холоднее мы хотим оттенок, и вот такого, тем отчетливее будут видно наши желтые корни. Поэтому я сейчас стала отходить от, знаете, там, платины и вот этого серебра и чего-то. Мне хочется какой-нибудь солнечный зайчик, чтобы мои, допустим, корни вообще не отличались, а сливались. Я надеюсь, что сейчас я пойду на море, и, естественно, буду там купаться, и будет все смываться. И вот этот вот пепел, который здесь я вижу, есть все-таки холодный отлив за счет чего, да? За счет вот этой, что-то там подцепат. И вот этот холодный отлив на основной длине у меня немного подсмоется, и тогда он еще лучше сравняется с корнями. И вот тогда будет вообще идеально. Наверное, мне нужно было еще другой оттенок подобрать, да. Могу сразу сказать, что это будет очень тяжело, потому что, когда я была холодная, у меня были серые там волосы, асфальтовые цветы, да, я все стремилась прям в холодный блонт, такой классный сделал. Корни вообще просто никак, да. И сейчас я уже немножко приближаюсь, потому что не хочу таких. Хочу я либо просто белый, хотя это тоже сложно, да, такие белые, вообще белое солнце, например. Ну, цвет вроде бы красивый, я смотрю, мне нравится, мама сказала, что тоже мне нравится цвет. Короче, я поеду красиво и налядное на море, в принципе, я довольна, но, походу, мы еще продолжаем наши поиски. А, хотела сказать, сколько стоит краска. Краска стоит не больше 500 рублей, где-то 450 рублей. В принципе, нормально, потому что мут стоит 500 с лишним, да, там 50 рублей дороже. Вот мут вот такой вот был. Вот. Ну, в принципе, все. Вот такое коротенькое видео, все равно наболтало больше 10 минут, походу, да, думала, будет меньше. Ну, и тем не менее. В общем, смотрите результат. Смотрите вот сейчас, да, и смотрите при дневном свете. Сейчас выставлю. Ну, а пока я с вами прощаюсь, рада была с вами тестировать, присылайте свои рецепты. Какие-то самые лучшие рецепты и интересные для меня, я себе скриншотю. У меня там целая папка уже всех этих рецептов, и потихоньку мы ее с вами пробуем. Так что спасибо всем, девочки, за ваши советы. Инстаграм свой оставлю здесь. Можете там задавать вопросы, следить за цветом, как он там, как смотреть, наблюдать. Я думаю, что все уже наблюдали, да, как у меня смылся итальянская краска, да, и сразу желтый просто на корнях. Все, я вас люблю, целую, до следующих экспериментов, и увидимся в следующем видео. Пока-пока. Маме цвет понравился. Говорит, хороший цвет, хороший. Крошки мои, простите меня, пожалуйста, но, по-моему, я забыла вам снять при дневном свете свои корни. И только единственное видео вот здесь вот, где я как раз-таки хотела снять, я говорю в этом видео о том, что надо снять, и забыла с этим влогом. Здесь немножко можно проглядеть корни. В принципе, я смотрю сейчас, и выглядит хорошо, но почему-то я была неудовлетворена. Может быть, падал этот желтый свет сверху, он очень подчеркивал, но в целом очень даже хорошо цвет. И единственное, что мне не очень нравится еще этот пепельный отлив, он все-таки есть здесь такой прям холодненький. И я ждала, пока он смоется. Разговаривала с девочкой с одной, она посоветовала все-таки красить на девятки. И потом расскажу вам, какие она еще информацию мне какую дала для размышления, поделюсь с вами. Ну, в общем, возможно, мы на девяточке покрасим в следующий раз. Вот. Такие вот дела. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...